В онлайн-формате проходит в этом году поздравление молодого поколения города Буя. А церемония честования его представителей в преддверии праздника Дня молодежи состоялась на открытой площадке. Одно из ожидаемых событий мероприятия – награждение победителей премии Молодежного совета при Думе городского округа город Буй «Держи пять». Это означает, что в каком-то направлении деятельность молодого человека или девушки оценена высшим баллом – пятеркой. И за это победитель удостоен поздравительного рукопожатия. В номинации «Доброволец на пять» победу одержал Карим Габибов. В номинации «Спорт на пять» – Мария Дорофеева. Активистом на пять стал Игорь Рафаловский. Другом на пять стала Людмила Арсенкова. Творчество на пять – Анастасия Стасилович. И ум на пять – Яна Воронова. Скажи, пожалуйста, ты ожидала эту награду? Частично, потому что были соперники, было намного сложнее. В том году было легче, в этом уже было посложнее. Ты еще и в том году принимала участие, да? Ну тогда ты победила, Ирина? Да. И тогда ты победила? Да. Ум на пять. В чем секрет такого ум на пять, что ты побеждаешь два года подряд? Друзья, есть хорошие друзья, которые помогают, голосуют, просят своих тоже знакомых. Вот так. Ну и кроме этого, ты, судя по всему, хорошо учишься, правильно? Да. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя в планах получить третью премию? Хотелось бы. Какие ощущения сегодня? Какая погода? Погода очень хорошая, солнечная. Как раз повезло для вручения. Ну, такое немножко необычное вручение сегодня происходит. Как ты к тебе относишься? Все хорошо, все равно. А как вообще к премии относишься? Стоит ее проводить? Ну, а почему бы и нет? Все равно каждому хочется проявить свою активность и свое участие. Игорь, скажи, пожалуйста, ты первый раз принимал участие в такой акции? Да. Когда ты начал свою активность? Именно волонтером? Не только волонтером, вообще, может быть, вся школа эта началась? Ой, и с самого детства. С самого детства откуда хотя бы? Ну, просто со школы сначала начиналось. Там помочь, там помочь, туда сходить. Потом пришел в центр молодежи уже, в добровольческий центр. Там уже стал волонтером. Как думаешь, почему у тебя получилось служить себе такую награду? Значит, люди так считают. Согласен. Скажи, пожалуйста, а как много было сделано ради того, чтобы ее получить? Ну, то есть, это же не одна, не две акции. Не сильно ты устал за это время? Да нет. Ну, были ли у тебя сложные, трудные моменты, когда нужно было серьезно помочь человеку? Вообще, что не вспоминаешь? Да, были. У меня был сосед, сейчас царство небесное, он ушел, он был инвалидом, вот. Каждый день, ну, каждую ночь, кем убегал. Вот, это не самый трудный случай был, вот, кому помочь. Ну, помогать, мне кажется, вообще не всегда легко, верно? Ну, всегда, не всегда, но радости приносит саму себе. Ну, а сегодня какое у тебя настроение? Очень радостное. Счастливое, что ты получил такую награду? Ну, да, счастливое, что люди так считают. Как думаешь, вообще, вот эта акция, вот такая немного необычная, голосование в соцсетях, как ты к этому относишься? Ну, по-моему, как эта акция проходит каждый год в соцсетях, только вот награждение в этом году не особенно так проходит, то есть из-за коронавируса, вот. Но не напугало ли вас это расстояние? Да нет. Все ли было хорошо? Да, спокойно, нормально. Премия присуждается уже шестой год подряд. За это время были награждены порядка сорока талантливых юных буевлян. Для определения победителя в течение двух недель в группе Центра молодежи ВКонтакте организуется голосование. Также Центр молодежи принимает звонки. Наверное, страха не было, потому что шестой год проводим, и каждый раз в душе буевлян она находит отклик. Она всегда активные ребята участвуют, и за них активно прямо голосуют. Мы очень рады, что в этом году у нас опять состоялись все эти номинации, что ребята довольны, победителей поздравляем. Ну, с самого начала, как это происходило? То есть появляется пост в соцсети, да, где в комментариях... Можно было позвонить в Центр молодежи, сказать номинантов, да, или, например, написать нам в группу. В сообщении приходило очень много ребят, которые хотели номинировать. И было вот в шести номинациях, вот были ребята, которые, наверное, в каждой номинации по пять-шесть человек было номинировано. Ну, если я правильно понимаю, то есть это наши жители нашего города могут сами предложить... Да, это жители города, да, могут предложить наших активных ребят, которые молодежь до 35 лет. Ну, в общей сложности сколько примерно голосов собралось к концу уже голосования? Ой, очень много. За некоторых ребят были тысячи голосов. Это прям очень радует, что в некоторых номинациях были и по три тысячи голосов. То есть ребята активно подключали своих близких и знакомых. Ощущение, солнышко светит, завтра день молодежи. И, наверное, самые хорошие впечатления об этом, даже вот таком награждении, пусть необычном, не больно торжественном, но все равно здорово, что оно хотя бы есть. И номинации все состоялись, и ребята награждены. Выпускникам Добровольческого центра «Человек-человеку» в связи с окончанием школы были вручены волонтерские книжки, которые являются своеобразным паспортом волонтера, рассказывающим о его добровольческой деятельности. Их получили Людмила Крукович, Варвара Громова, Илья Копралов, Дмитрий Попов, Владислав Тен, Игорь Рафаловский, Алексей Голубев, Татьяна Лебедева, Елизавета Румянцева и Дмитрий Голубев. Друзья, завтра наша страна отмечает замечательный праздник – День молодежи России. Наверное, самые классные представители Буйска молодежи сегодня будут отмечены благодарственными дипломами, почетными грамотами. В их числе, конечно, вы. И для меня вот этот блок, на самом деле, самый приятный. В этом году вы выпускниками школы являетесь. Помимо этого, вы и наши выпускники. Несмотря на то, что вы здесь провели не столько много лет, как в родной школе, мне кажется, этот путь насыщен не меньшим количеством эмоций, теплых впечатлений. Ну и, конечно, я думаю, что вам еще многие-многие годы после школы будет о чем вспоминать. И только с теплом и улыбкой вы будете думать про Центр молодежи и про Добровольческий центр. Спасибо вам всем огромное за ту работу, которую вы делали все эти годы. Друзья, вы, на самом деле, мне кажется, герои этого времени. И это не только мое мнение, это мнение, наверное, вообще всех, кто так или иначе знаком с понятием волонтерства или с волонтерами-ребятами лично. Огромные достижения вас еще ждут впереди. Но сейчас бы хотелось вам сказать спасибо именно за ту деятельность, которую вы в течение многих лет вели здесь, в нашем городе Пуль. И сегодня мы вам вручаем волонтерские книжки. Это тот самый документ, паспорт волонтера, который гордо предъявив, вы можете сказать, да, ребят, я настоящий волонтер. Смотрите, сколько я всего и сделал. Сделали, на самом деле, много доброго, полезного, несомненно, значимого. И сегодня, в преддверии этого праздника, мы собираем здесь самых ярких, самых замечательных представителей молодежи нашего города. Те, кто действительно достоин носить звание лучших. Те, кто своими делами доказал это неоднократно. Все вы являетесь выпускниками школы. Но помимо этого знаменательного события в вашей жизни, стоит отметить и то, что сейчас здесь стоят не просто выпускники школ, а истинные молодые патриоты своего государства. Огромное вам спасибо за ту деятельность, которую вы вели на протяжении обучения в школе. Все вы участники значимых событий нашего государства. Среди них и День Победы, День Памяти и Скорбе, День Неизвестного Солдата, День Героев Отечества, День Независимости и многие другие. Друзья, особую, наверное, благодарность хочется вам выразить за то, как и с каким, на самом деле, замечательным итогом вы представляли наш город на многих патриотических соревнованиях и сборах. Среди них, наверное, стоит отметить в первую очередь такие мероприятия, как военно-спортивная игра «Зарница Победа», смотр, строя песни «Плац Парад», военно-спортивный форум патриотических клубов и юно-армейских отрядов. Все вы так или иначе показали замечательные результаты в этой своей деятельности. Искренне хочется верить, что среди вас есть те, кто и в дальнейшем свяжет свою жизнь с этим направлением. И обязательно выберут своей профессиональной деятельностью военную сферу. Так или иначе, даже если выбор ваш пойдет на другую сферу деятельности, я думаю, что именно любовь к своей родине, то, как вы сейчас чтите историю и традиции своей страны, обязательно помогут вам остаться хорошими, добрыми людьми и обязательно приведут вас к значимым успехам в вашей, надеюсь, долгой и счастливой жизни. Ну а сегодня мы вручаем благодарственные письма от отдела культуры, молодежи и спорта, администрации городского округа «Город Буй» и нашего муниципального центра патриотического воспитания. Их вам вручит Виктория Викторовна Федотова, руководитель муниципального центра патриотического воспитания, человек, с которым вы все знакомы, с кем бог о бог прошли многие мероприятия. И именно из ее рук вы сегодня получите эти благодарственные письма. Дорогие друзья, я искренне хочу вас поздравить с окончанием школы, поздравить вас с тем, что мы с вами прошли пусть и короткий, но такой, наверное, легкий, счастливый, веселый наши поездки были. Я рада, что я поработала с каждой школой города, почти каждую школу города. С вами мы выехали за пределы нашего города на областные соревнования, что мы смогли сплотиться в воду такую единую команду. Благодарственными письмами за вклад в развитие патриотического движения в Буе были награждены Кирилл Смирнов, Владислав Оларев, Иван Смирнов, Иван Сорокин, Кирилл Коробенюк, Кирилл Боганов, Дарья Кудринская, Валерия Абдурашидова, Максим Смирнов, Ярослав Мамаев, Кристина Капустина и Катерина Харитонова. В преддверии праздника Дня молодежи были подведены итоги историко-краеведческой акции «Ищу героя». На муниципальном этапе акции работы в судейскую коллегию поступили от четырех учебных заведений. Жюри рассмотрела шесть работ и присудила только первые и вторые места, что говорит о их высоком уровне. Дипломом за первое место в номинации «Этот праздник» со слезами на глазах награждена Алина Разгуляева, школа номер один. Дипломом за второе место в этой номинации награждена Антонина Бабочкина, БТЖТ, и также за второе место Анастасия Гудкевич, школа номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова. В номинации «Мой герой» дипломы за первое место заслужили Елизавета Белозерова, школа номер один, Екатерина Разгуляева, также первая школа, и Любовь Смирнова, буйский техникум, градостроительство и предпринимательство. Писала про нашего земляка, получается, про летчика, Зайцева Алексея Дмитриевича, который является героем Советского Союза. В нашей области ему поставлено три памятника. А почему именно такого героя этого было? Ну, мне понравилось, как он воевал, ну, точнее, его военный путь. Очень много у него наград. И, ну, как сказать, имеет большое значение. Он, как сказать... В истории. Да, ну, в истории это тоже. И занимался с детьми. Он с ними разговаривал, проводил разные лекции. Вот это меня зацепило. Скажи, пожалуйста, а каким образом я искал информацию? Кроме интернета? Ну, конечно, первый источник это был интернет. Ну, также мне помогал мой преподаватель по истории. Это Гулин Александр Олегович. Вот. Он мне очень много помог. Ну, и помогал редактировать. Ну, а так больше всего из архивов тоже брали информацию. Как считаешь, получается, такой акции здорово это? Да. Ну, это расширяет, можно сказать, кругозор. Больше узнаешь о Великой Отечественной войне, о подразделениях, ну, о войсках, которые там были, о разных подразделениях, какие были виды оружия. Очень много чего нового узнаешь. Впереди областной этап и Буйская конференция. Рассказывай, там что нужно будет подготовить? Там только работу отправляют. А вот на конференции я, ну, мы снимали видео, где я читала свою работу. Ну, точнее, не читала работу, а защищала ее, рассказывала о ней. 27 июня вся страна отмечает День молодежи. Молодость – это прекрасное, яркое и незабываемое время. Молодость – это пора смелых решений и новых открытий, поиска себя, неугасаемой энергии и, конечно же, уверенности в своих силах. От лица всего коллектива Центра молодежи искренне поздравляю всех молодых боевлян, а также тех, у кого эта пора еще только впереди, и тех, кто никогда не стареет душой. С Днем молодежи России! Друзья, пусть ваши самые нестандартные идеи всегда находят свое воплощение. Проекты приносят результаты. Пусть вам всегда сопутствует творческий успех. Будьте любимы, дружите, получайте от жизни яркие и незабываемые эмоции. И пусть на вашем пути всегда вам помогает только попутный ветер и яркое солнце. С праздником!